И только лошади летают вдохновенно и дарят свое вдохновение людям. С очень смешными, счастливыми лошадками познакомимся в поселке с очень смешным названием. Новый день здесь начинается с того, что всех нужно накормить. Притопывает тихонько высокая и статная лошадка Кристина. Поросят в ожидании еды гоняются за овечками. Красотки-пони прогуливаются по загону. А любопытные нутрии что-то уже тащат в свой домик. В хозяйстве все пригодится. И вот появляется хозяйка. Животные сосредотачивают все внимание на ней. Ведь ее любовь и забота – главная составляющая их общего деревенского счастья. Вся жизнь нашей героини Анастасии Шерстюк была связана с лошадьми. И лошади подтолкнули ее создать свою ферму. Потом к лошадкам добавились и другие – копытные, пернатые и хвостатые. И лучшего стечения обстоятельств пожелать сложно. Разве только того, чтобы заниматься любимым делом было возможно и в любимом месте. И именно так все и получилось. Среди севастопольских высот и долин живут вместе люди и животные. И стараются разделить свое счастье с другими. Поселок у нас со смешным названием. Туристы улыбаются, когда приезжают к нам. Прям просят рассказать, почему он так называется. На самом деле имя этому поселку дала Екатерина вторая. Он из-за вот этих коносновидных белых гор. Из Вестниковой горы коносновидные. Раньше с тема насаждения они просто смотрелись как сахарная голова. Когда-то раньше, в старину, сахар продавали головами. Царица увидела и сразу... Да, увидела и поняла, что это, видимо, похоже на этот сахар. И прям дала им название. Сахарная головка. Бесподобная. И теперь название сохранилось. Хотя уже гора обросла насаждениями. Но все равно название поселка осталось. Оно улыбает туристов. Видимо, улыбает жителей этого поселка. Родилась в Севастополе. В детстве здесь же до сахарной головки занималась в комно-спортивном клубе. С этого все началось. Нравился конный спорт, нравились лошади. В детстве у нас еще даже не было. Седево начиналось с того, что просто мы прыгали на лошадь. Без седла скакали. Пытались. Объезжали своих лошадей сами. Да и сейчас, в принципе, заезжаем сами своих лошадей. Сейчас уже более взрослые. Уже седла, уже цивилизация. По-другому все. Родители на городские. Они не имели никакого отношения. Даже не знаю, почему так у нас в детстве сложилось, что меня привлекли лошади. Первый раз прокатилась в парке на лошади. Понравилось. Потом позже сахарная головка. И вот прошло мое детство здесь. И здесь же, наверное, сюда уже взрослую жизнь, так сказать. Первая лошадь моя была. Ее звали Тайга. Это была рыжая кобыла с белой проточенной. Очень-очень такая спокойная, добрая. Ну, как бы мне казалось с детства, что прям сказочная лошадь. Для меня это была просто сказка. Она меня прям понимала, слушалась с полуслова. Я думаю, что росла она и росла я. Она была двухлетка, когда мне ее подарили. И мне было 12 лет. И вот мы вместе росли. Наверное, лет до 16 она у меня была. Изначально приобрели участок на сахарной головке. И решили потихонечку строить конюшню. Построили конюшню, дом. А сейчас вот купили землю. Здесь уже рядышком на Каракобе. И пытаемся расширить немножечко свой участок, свое дело. Продолжаем его. Помогают дети нам. Уже дети взрослые. Уже один малыш и двое уже таких повзрослевших. Все с нами, все в команде. Муж поддерживает полностью, полностью в этом деле. Тоже любит лошадей, любит животных. В дружном соседстве с лошадками живет множество разных необычных животных. Даже простой гусь здесь выступает в несвойственной ему должности. Было здесь больше этих птиц. Но сейчас остался пока только этот. Самый умный и самый важный. Командует утками. Выгуливает пони. И помогает Алабаю Белле и почти далматинцу Арчи нести сторожевую вахту. Арчи у нас незаменимый помощник. Это пастухья собака. Настоящий пес. Как из мультика про собаку. Он помогает. Заворачивает барашек. Пасет лошадок. Такой прям умный. Умный. Хороший, старый, умный пес. Такой помощник. Натуральный помощник. Да, пастухья собачка. Собака начинает лаять. Гусь ее поддерживает. Они применяют неотъемлемую часть друг друга. Уточки немножечко. Уток у нас вот тут. Где-то они половина рак гуляют. Где-то вот две здесь есть. Как раз у нее сейчас начался брачный период. Остальные где-то гуляют. У нас на конной базе много животных. Это первые лошади, конечно, лошади, пони. Мы выращиваем пони, жеребяток. Также у нас барашки, куры, гуси, козы. Такое хозяйство. Подхрюкиваются сиди. Да, свинки. Точно, свинки. Ну, три у нас есть. Кого только нет. Настоящая фирма. Да, настоящая мини-фирма. На-на-на-на-на-на-на, скорей. Скорей, бе-е-е. Скорей, на-на-на-на-на, бяша, на. На, бяша, 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 на, на-на. Скорей, скорей, скорей. Где барашки, там и будет еда. Бяши, на. На, Сашка, давай им хлеб. Держи. Раздавай. Саш, раздавай все, стой, раздавай хлебушек. Вот мужу захотелось, пришла в голову идея завести барашек. И с этого началось. Первый препод уже получили от них. Не знаем, как оно получится в дальнейшем. Ну, пока пытаемся. Будем пытаться их подстригать. Уже весна. Пробный вариант будет. Они необычные. У них и цвет. Это курдючный баран. Угу. Сзади курдюк. Так, у нас 7 маточек и баранчик. Мы уже купили машинку для стрижки. Сейчас вот немножечко холода спадут. И начнем стричь, пробовать. Первый раз. Среди овечек затесались и поросят. Да, поросят прям не отходят от них. Это они как вот, я не знаю, может они чувствуют себя тоже барашками. Они прям не отлимая часть. Они ходят с этим стадом. Никуда не деваются. Будьте здоровы. Вот такая прекрасная балошня родилась. Я думаю, будет труднее. Оказывается, ничего сложного нет. Просто кормишь, пасешь. Они же к нам привыкли. Сначала как-то вот не подходили, а теперь прям стали ручные. Но они вот за вами как собачки бежали, все-таки еда, еда. За хлебушком. Ой, наши старые знакомицы внутри. Да, они прям в водичке там сидят. У них такие желтые зубы. Это мальчик самется. Внутри-то у вас откуда велье? Внутри просто завелье в две штуки, так в радость туристам. У них приходят летом, радуются, кормят их, нравятся им. Вот у нас начали плодиться и размножаться. Черненький мальчик, а девочки беленькие? Девочки, теперь вот у них народились. Там еще малышня, но у них что-то не вылазит. Маленькие породились, только вот недавно. Кажется, он прям просит, дайте что-нибудь. Боже мой, дайте же еды. Ну дайте же еды. А ну-ка, можно я кусать котлёв? Ну, какой он твердый. Так. Так, дорогой товарищ, внутри, прошу вас, собирайте. Ну, держи хлебушек, держи. Стержевой хороший, ну ты так лапками просил, хорошо. Давай, давай, поднимайся. Лапа, лапа. Взял. Получилось. Вот так вот. Как ваши дети помогают по хозяйству, ну и в том числе с нитриями? Дети во всем помогают. Кормят лошадок, нутри, и все. У них знают свою работу, знают, что нужно покормить хозяйство, попоить хозяйство. А потом уже самим покушать. Ну, они любят животных, они с детства привыкли к ним, знают. Каждая любит, каждая знает в лицо, можно сказать. Есть любимчики у кого-то? Конечно, у каждого из детей есть свои любимчики, своя лошадка, своя пони. Ну вот у Саши, он здесь действительно с вами сейчас помогал. У Саши какие любимые животные? Ну, он любит всех животных. У него есть своя лошадка любимая, ему нравится Кристина больше всего. Она большая, но он на нее залазит успешно. Естественно. Барашек кормит, любит, знает, что нужно раздать им сено. Понимает, что нужно сколько давать кому, сколько чего, кто сколько ест, кто чего любит. Такой ответственный у нас мальчик. И все же идем к лошадям. Будем знакомиться и любоваться. Уж очень они чудесной расцветки. При этом окрас появлявшихся на базе лошадей нередко помогал и в выборе их имен. В опале и березка стоит, и красотка Ухты удивляет, и кроткая сказка, сказки волшебные рассказывает. Лошадка, ее зовут Ухты, она такая красивая, чубарая масти. Имя ей дали, вот вы ее увидели, первое раз сказали, Ухты какая. Так вот она и осталась, Ухты, Ухты какая. Все подходят, Ухты. Это березка, березка соответствует своей раскраске, похожа на березку. Спокойная, красивая лошадка алтайской породы, завезена с армавира. А в чем особенность этой алтайской породы? Алтайская порода очень неприхотливая порода, это такие лошади местные, можно сказать. Они морозоустойчивые, копыта у них не стираются, неприхотливы в еде. В основном отправляем на дальние маршруты. Алтайские лошади ходят на дальние прогулки. Маршрут целого дня, пещерный город Эскикермен, у нас горное озеро. Ну, далековато отсюда. Да, они беспрекословно слушаются, прекрасно выезжены, замечательные. Еще вон пятиста. Вот сказка тоже алтайской породы, тоже мы таких придерживаемся алтайцев. Они состоят в родстве с березкой? Нет, это разные лошадки. Эту лошадку мы привезли с Питера. Она к нам приехала издалека. Как же она преодолевала этот путь? Ее привезли на Каневозе, прекрасно преодолела путь, прекрасно адаптировалась. Наверное, природа Алтая похожа на Крым, я думаю. Вот они прям чувствуют себя замечательно. Это Яна. Яна уже возрастная кобыла, ей 15 лет. Ни разу не подвела нас. Какой нужен специальный уход для таких дам в возрасте? Нет, никакого специального ухода нет. Она прекрасно себя чувствует. Единственное, подковать вовремя, расчистить копытца. Все, почистить и покормить. А кто вас занимается подковать? Мы сами. Муж кует сам. Сам чистит копыта, кует. У нас есть станок специальный для этого. В общем-то, Яна в станке не нуждается. Она у нас прям и так может дать ножку. По команде. Да, Яна? Яна, дай ножку. Яна, Яночка, дай ножку. Дай. Давай, давай. Молодец, спасибо. Вот так вот ей расчищают. Спокойно, очень спокойная кобыла. Это пегая лошадь австралийской породы. Тоже очень резвая в молодости была. Сейчас уже тоже ей возрастная, 16 лет. Ну, мы держим ее с самого начала она у нас. Уже 16 лет живет, можно сказать. Красавица наша. А что это за австралийская порода? Австралийская пегая лошадь. Это у нее такой интересный окрас. И жеребят таких же рожает пегих. Это лошадь Кристина. Это уже нашего. Нашей селекции, да. Это тяжеловозная кобыла. Это рисского жеребца. Тоже прекрасная вырослевая лошадь. У нее такие огромные и ноги. Она очень медлительная, очень не любит бегать. Может просто идти шагом. Тяжело ее разогнать в голубь. Никуда не торопится. Спокойно идет, размышляя, думая. Может задумчиво откусить кусочек ветки в лесу где-то. Пожевать ее. Остановиться. Подумать и пойти дальше. Вот зевнула. Никуда не торопится. А дальше тоже лошади, но поменьше. С высокими подругами по соседству живут. Красоты невероятной. Любопытные и добродушные. Только для начала нужно заглянуть на конюшню. Там, как по заказу. Сюрприз лично для меня. В виде шетленского пони. При том, что в наших путешествиях по крымским селам с пони мы вообще в первый раз встречаемся. Это у нас зимняя конюшня для лошадок, денеки. В основном содержатся жеребцы, которых нельзя содержать в общем табуне. Если их 2-3 штуки, они между собой начинают ругаться. Мы их содержим отдельно в каждом денеку по жеребцу, можно сказать. Это тоже жеребец. Это у нас петух Петя. Это неотъемлемая часть нашей конюшни. Такой красавчик у нас тут гуляет. Это жеребец Барик. У нас шетленский пони. Производитель. Шетленский пони. Очень красивый. Чубарай Масин. Я всю жизнь мечтала увидеть шетленских пони, которые ходят по холмам Шотландии. Замечательные пони, да. Завезенные, видимо, оттуда его предки были завезены. Красивый Чубарай Масин получил от своих родителей. Замечательный, добродушный, добронравный производитель. Можно я подойду к нему? Он очень спокойный. Здравствуй, мой хороший. Любопытный, любознательный. Он такой мягкий. Представляете? Пушистый, как холмы Шотландии. Он давно у вас живет? Не, не очень давно. Мы его приобрели не так давно, как производителя. И как у него? В этом году он уже будет у нас скрыть кобыл. В этом году. В следующем планируем получить у него потомство. Вот такая, скажи мне, тёлка. Это второй жеребец-производитель. Его зовут Голден Рей. Родители его из-за границы. Это Аполлуза-пони. Он приехал из Питера. Да, это прям такой породистый, замечательный пони у нас. Аполлуза, не шетленский. Тоже добронравный. Ну, хотя у нас ходят в тележке. Он у нас очень умный, спокойный. Он требует какую-то вкусную вещь. А что больше всего любят они есть? Наверное, сахарок больше всего, морковку. Ну, конечно, повседневные, да, у них овёс. Овёс они, конечно, душу продадут. У нас и курочки тут зимуют, да. Вместе с пони уживаются вместе курочки и петушок. Как это вы придумали для них такое место здесь? Пока у нас вот они содержатся здесь. Не построили пока им замечательный сарай. Вот они зимуют у нас тут. Никто не ожидает, что наравне с другими здесь. Да, с лошадками. Они любят отбирать у пони еду. Если насыпешь пони вот в миску еду, они быстренько собираются. Но какая же... Кто быстрее съест, тот и победил. Это подсобное помещение. Здесь у нас хранится сено. Корма заготавливаем мы ещё летом. И складываем их на зиму. Вот они и тут всю зиму хранятся. И лошадки с удовольствием их кушают. Сено разнотравья, люцерна. Нужно лошадок кормить и таким сеном, и таким. Корма, овёс, ячмень. То есть, что положено лошадкам. Да, мы их кормим зимой. Но помыляться на сене не получится, да? Да, ночукованная, там же в руках для удобства. А сани, вон, у вас даже сани есть. Да, это вот как-то вот на зиму сварили, когда был снег у нас в прошлом году. Прям даже запрягли. Вот муж быстро сварил их по-быстрому. И мы прям запрягли пони и пробовали кататься по снегу. Настоящая русская тройка, да? Да, действительно. Остальная часть пони из числа дам и малышей свободно прогуливаются в просторном загоне. Общаться с ними – сплошное удовольствие. Да и здесь сюрприз не меньше предыдущего. Нам, кстати, часто везёт на новорождённых детёнышей. То козлята, то овечки родятся к нашему приезду. А тут и вовсе пони. Как сказала бы Алиса из «Зазеркалья», всё чудесатие и чудесатие. Ой, пони тоже очень интересная порода. Занялись разведением. Вот пытаемся разводить. У нас уже родилось много жеребят. Так, пони нравятся детям. Прекрасные лошадки. Добрые, весёлые. Необычных мастей. Приезжают детки, катаются. Очень охотно на них. Они на дальние маршруты ходят пони? Ну, пони тоже может идти на дальние маршруты. Это очень выносливая лошадка. Несмотря на свой маленький рост, она очень выносливая, очень крепкая, очень сильная. Добронравная. Пони неприхотливые. Сном они кушают сено, овёс. Ну, любят очень вкусняшки. Детские лошадки. Очень привязываются к детям. Морковку, сахар. Всё, чем подкармливают детки. Хлеб. Всё. Практически всё кушают. Есть какое-то кардинальное отличие пони от лошадей, ну, кроме того, что рост у них, да, разный? Ну, можно сказать, что пони, наверное, вреднее нравом. Хоть они и маленькие, но вредные. Наверное, тяжелее с ними справиться ребёнку. А это малышняга-довички у нас. Они все ручные уже. А помните, кто был первым из пони у вас? Ой, первым пони у нас был такой пони маленький, чёрненький. Его звали Витя, Виктор. Победитель. Мы брали его из киевского зоопарка. Вот хозяин так и назвал его. Виктор-победитель. Виктор. И он стал родоначальником? Ну, и Леонид ещё был, Лёня такой пони. И вот из них, наверное, и пошло всё поголовье. Купили кобыл, они стали разводиться у нас прекрасно. Приветики. На, Розалия. Малышня такая. Пойдём. Розонька, на. Пошли. А вот и Юлечка. Розалий досталась немножко. Ну, пойдёмте. Так, ты не сюда не подходи, сейчас тебе мама даст. Мама малыша тебя побьёт. Юля, иди сюда. На, Юля, привет. Конечно, скажи. Все хотят вкусного. У нас охотился. Красивый малыш. Пони Юля родила прекрасного малыша сегодня нам. Ну, надо же, прямо сегодня к нашему приезду. Роза, иди. Иди, Розонька. Давай с этой стороны подойдём. Давайте попробуем поймать. Настя, скажите, как долго пони ходят беременные? Как у них проходят средства? Пони, как лошадки, ходят беременные 11 месяцев. Рожаются детки. И потом до двух лет нужно, ну, до полгода он содержится с мамой. Он пьёт молочко. После полугода его отлучают. И в два года уже начинают приучать к седлу. То есть два года уже можно заезжать малыша. Вот, вот, мама гоняет других лошадок, охраняет своего ребёночка. Лошадки рожают сами. Мы утром пришли, у него уже был прекрасный малыш. То есть уже был готовый. Мы просто обрадовались, что он родился. Крошечка, иди к нам. Попробуем поймать. Опа! Вот такой ручной хомячок. Мальчик. Родился мальчик, да, журепчик. Он был серенький. Смотрите, какие чудеса. Чудеса. И такое солнышко родилось. Сердечко у него так бьётся. Лёшу едят пони. О, сейчас Лёша сидит. На этот раз пони. Они такие пушистые, почему? Да, они просто предназначены, как вот они содержатся у нас на улице под навесом. Они вырастают на зиму густой ширости от холода. Кстати, прихотливая лошадь совсем совершенно. Поэтому им даже не нужны условия содержания. Не обязательно их держать в конюшне. Весной они начнут линять, съедать камеру. Весной они перелинимы, становятся гладкими, красивыми. По-моему, они очень любопытные. Ну вот они и хотят узнать, что такое штатив. Видимо, хотят посниматься. Вот сейчас правда погрызут. Скорее спасать штатив. На. Очень-очень любопытные пони. И они едят теперь не только оператора Лёшу, но и меня. Да? Красавцы. Лошадки любят, когда их чешут. То есть по-шерстке, щеткой, постоянно вычесываем ее перед работой. Если она идет в прокат, гриву подстригаем, чешем. После заплетаем? Заплетаем, да, бывает. Розулю мы недавно приобрели. Племенная пони, которая рожает прекрасных жеребят. И у нее вот это как-то... Да, это у нее прошлогодний сыночек. Еще никак его не назвали. Вот такой у нас вредный, рыжий. Ухаживать за всем звериным семейством сложно. Все-таки животные очень разные и требуют почти круглосуточного внимания. Но есть у Анастасии и помощники. Кроме мужа и детей, которые помогают вовсю. На ферме несколько работников. Они и раньше были бесповоротно влюблены в лошадей. А теперь еще и во всех остальных животных. Даже со сторожевым гусем нашли общий язык. Лошади. Я уже 9 летами занимаюсь. И как бы 9 лет я уже здесь. И нравится как бы людей катать, с ними общаться. С разными людьми общаешься, все говоришь. И все хорошо. У нас в Балаклаве, где я жила, были лошади. Я как-то так ходила, приходила, приходила. Потом пришла в парк, увидела лошадей Анастасии и приехала сюда. Помощь, особенно по весне и осени, это ездить на лошадях. Чтобы они не застаивались. Потому что им надо движение. Чем больше движения, тем они спокойнее, адекватнее их воспринимают. Как ты думаешь, в чем для лошадей счастье? Свобода. А у них тут ее много очень. Есть у тебя любимчики среди пони? Среди пони? Вот снежочек, потому что я с ней с самого детства. Она родилась у нас. Она ест все. Она очень сильно любит морковь и свеклу. Но она ест свеклу и потом всю на себя ее вымазывает. И она становится уже не такая белоснежная. Она становится красной. Наконец, с помощью Вики, Анастасии и березки, мы будем постигать азы управления лошадью. В который раз и практически заново. Учиться этому можно бесконечно. Ведь в обучение входит и общение с этими невероятными животными. Левая ножка в стремя. Немножко испачкалась. Так, ничего, нормально. Все, отлично. Рукою держимся. Раз, два, три. Давай. Отлично. Так. Сели в седло. Давно мы не сидели верхом. Поводочек держим на уровне холки. Поводочек из рук не выпускаем. Носочек у нас как бы идет упор в стремя. Пяточка вниз. Вы опираетесь на стремя, чтобы вам было удобнее ехать. А так все, как на машине за рулем. То есть, лево, право. Это руль у вас. Чтобы она пошла, немножечко нужно пока подогнать. Вот, отлично. Так. Отлично. Кажется, у нас... Идем, идем. Сильнее, береза. Пошли. Поводочек правый на себя. Правый, правый тянем. Нет, левый говорит, хочу пойти к ключу. Как руль у вас, как руль используется. Давай, я тебя выведу, а потом я право так разберюсь. Пойдем, пойдем. Сейчас я выведу, а просто как раз она будет хорошо идти. У-у-у. Во, отлично. Так, мне уже начинает быть страшно. Так, теперь все, рулим к лошадкам. Возвращаемся. Идем на место. Все, слезаем. Тормоз сработал. Березка, спасибо тебе большое. Вот так вот бывает хорошо пообщаться с лошадьми. Бурлит неподалеку Черная речка. Шумит теплый ветер в кронах сосен. Жизнь на ферме идет своим чередом. И порой кажется, что долина эта погружена в атмосферу сказки. Скоро можно будет в карете отправиться на бал. Или начать поиски сокровищ в волшебном лесу. Летом, наконец, искупаться в Молодильном озере. Или забраться на одну из защищающих сказку стен. А потом жить в этой сказке радостно и счастливо. Вместе со своей семьей в любимом уголке мира. Рядом с самыми смешными и добродушными животными. Здесь у нас очень красиво на самом деле. Вот эта вот долина называется Караковская. В переводе это с татарского долина змей. Не знаю, почему змей. Ну, видимо, змеи здесь попадаются когда-то весной, летом. Ну, не так уж много. Ну, речка Черная у нас рядом прекрасная. Вот здесь вот буквально там в полкилометре река Черная протекает от нас. Маршруты у нас разные. То есть мы катаем на речку Черную. Это Караковская долина. Самый такой красивый маршрут у нас – это пещерный город Оскикермен. Горное озеро. Это прекрасное место с уникальным озером в скалах, с родниковой водой. Замечательное голубое озеро. Просто наши гости очень любят поездки к нему. Там можно искупаться, искупать лошадь. Остывиться на привал, пожарить шашлык. Как лошади? Почему лошади любят купаться? А лошади очень любят купаться. Они очень любят воду. Они вот прям души не чают. Могут залезть в озеро прям с туристом, если он не успеет там вовремя. Ну, в основном они у нас успевают. Мы их растет ловим. И кто желает, тот купается с лошадками. Прям плещутся. Им очень нравятся эти процедуры. Я люблю Крым. Я родилась здесь. Для меня Крым – это родина. Я считаю, что нет ничего красивее Крыма. Это родной горный край. Но мне кажется, село – это свежий воздух. Это тишина, это спокойствие. Здесь люди добрее. Наверное, прекрасно жить рядом с городом, в поселке. Мне нравится. Это именно мой стиль жизни. Я не жалею, что живу здесь, что прожила эту жизнь в Крыму, возле любимого хозяйства, любимых лошадей. Ну, хотим, конечно, развиваться. Хотим, чтобы наши дети поддерживали нас. Чтобы они продолжили наше дело. Чтобы они также разводили лошадок. Хозяйство, чтобы занимались тем же, чем мы. Мы видим, что наши дети выросли здесь, тянутся. Я думаю, что они нас заменят в будущем. Что человеку нужно для счастья? Из чего оно может складываться? Я думаю, немного. Родные места, семья, наверное, которая поддерживает тебя. Любимая работа, любимое дело. В нашем случае это лошади, наверное. Главное, чтобы твоя семья тебя поддерживала. И жить, наверное, в родном крае, в Крыму, это замечательно. Бесподобно. Просто помни, однажды жили кони-пони, они дружили. Ходили по кругу в связке и шептали друг другу сказки. Та-ра-па-па-па-па-па-па-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-